В Полесском районе надо обязательно нам, например, козу подоить, на байдарке пройти, баклана сфотографировать и посетить немецкую школу. Это раньше говорили, а сейчас еще говорят, надо обязательно в Гроссбауме побывать. Вот туда мы и едем. Самое удивительное, когда шло переименование, ну понятно, не вайбера, не ватсапа, не интернета, телефон-то, господи, это, ну сами все помните. И вот, конечно, были нестыковки какие-то. Ух ты, малину собирать надо. Ну, что малинник? Так здорово, да, едешь так по полям, смотришь, кто чем занимается, прикольно. И вот, конечно же, были накладки. У нас там 4 каштановки, 2 отрадных, школьников пару штучек. Я уже не говорю про, господи, Малиновки, Ушаковы, но у нас 12 сосновок. Почему не 13? 12. Вот самое удивительное, у нас самая низкая лесистость в Прибалтике всего лишь 18%. Но из этих лесов 39% составляют сосновые леса. 39 регион, 39 сосновок, сосновых лесов. И получилось, что вот 12 сосновок. И вот в очередную сосновочку, да, Полесского района мы едем с вами сейчас. Мы покинули Фрау Ингрид. А вот человек, к которому мы едем в гости, вот, женщина по-немецки Фрау. А мужчина как по-немецки? Гер. Вот там буква первая не Г, она такая, как Гроссмейстер, Хохмейстер, да? Ну вот это слово, когда я говорю Гер Лео, он говорит, что это не надо меня так называть. Я говорю, почему? Короче, я его называю героем. Герой Лео. Вот мы к нему и едем. Еще уникальный человек. Если она с Савельной Гранты выиграла, то у него все есть. У него есть все. Он человек говорливый, он вам сам расскажет, что у него есть. Там, в Романово, рядом со Светлогорсом. И вот не было отдушин. Ну вот не все же работать, 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 но чем-то вот хочется вот таким заняться. Он пошел в 70 лет, закончил университет имени Канта. Да, на экскурсовода выучился. Да, он начинающий экскурсовод. Но, ну вот он этим уже занимается два года. Он отстроил своих три музея. Гостевой дом, кухня, космос. Бассейн заканчивает строить. Он каждый день 100 километров туда, 100 километров обратно. Ездит на работу. Вот построил бы у себя там на побережье, там бы очередь стояла до Балтийского моря. А он куда ездит, в Сосновку, и расскажет, почему. У меня в прошлый раз близко было, когда с ним заговорила, он говорит, хочу еще один музей. Он говорит, какой музей вам открыть? Она говорит, на полеонику хочу. Он говорит, приезжай через год, будет. Он что обещает, все выполняет. Вот сейчас мы с ним познакомились. А пока мы с вами проезжаем Саранское, Саранское. Ребята, мы не просто Саранское проезжаем. Мы проезжаем географический центр Калининградской области. Всей нашей области. Как он вычисляется? Вот захватите географический центр своего края, вырежите карту своей области. И с грузиком в четырех местах так переверните, по двести линий прочертите. Где линии все совпадают, там географический центр вашего края. Вот у нас все линии совпали вот здесь, в Саранском. Бывший Лаукишкин. Это же такое очень известное место. Известно чем. Не только географический центр. Это же замок был. Замок он перестроен сейчас под школу. Но самое удивительное, что вот здесь, в Лаукишкине, да, сейчас Айсу здесь, здесь же Балута, жила самая известная женщина, про которую песню сложили. Анхен. Вот вся Германия поет песню Анхен из Тарао. Тарао сейчас называется Владимирова. Она там родилась, но потом вышла замуж за пастора. На свадьбе присутствовал известный поэт Симон Дах. Написал им стихи, а их переложили на песню. Вся Германия поет эту песню Анхен из Тарао. Душа моя и боль. Вот вы сейчас эту Анхен прямо в натуральную величину увидите за фортепианом. Может быть она эту песню поет. Несколько залов. Зал, посвященный переселению, войне. Потом зал для расслабления, где мы фотосессию проведем. Потом мы с вами поужинаем. А потом, кто хочет нервы пощекотать, пойдет еще в инквизицию. Да, тут у него еще инквизиция. Человек развивается. Но вот, знаете, вот эта дорога, очень удивительная к Сосновке. Это дорога военная. Это дорога разведчика. Вот сюда, в Восточную Пруссию, были заброшены 50 разведгрупп. Это еще не окончательная цифра. Накануне Восточно-Прусской операции на месяц забросили. Они тут некоторые по полгода провели. И вот Леонид, он даже этот памятник разведчикам здесь выкладывал, устанавливал, нанял специального человека. Человек очень хорошо выполнил свою работу. Он ему машину подарил. Вот это проделанную работу. Потрясающий человек. Серьезно. Как-то, знаете, умеет и рассказать, умеет и всех вниманием не обделить. Всех вас пофотографирует. Я вам потом его номер телефона продиктую на обратной дороге. Он вам будет фотки скидывать. Ну, наверное, уже завтра. Ну, это если вы сделаете групповые фото, захотите. Он покажет, где нужно встать, где хорошие фотографии получаются. Вообще, в Сосновку. В Сосновку поднял, можно сказать. Тут люди бы жили и жили. А он нет. А он вот стал их тоже к культуре приобщать. Знаете, это вроде бы далеко от Калининграда. Ничего. А народ-то потянулся. И местные бабушки потянулись. И дети потянулись. Чтобы узнать историю. Здесь было несколько хуторов. Позже уже, ближе к 30-м годам, они были объединены в один большой населенный пункт, который стал называться Гроссбаум. Высокий лес. Большой лес. Очень хорошая школа в Сосновке. Свой музей, посвященный разведчикам. Смотрите, вот эту аллею сохранили. У нас опять такая аллея. И тут есть потрясающая кирха. Построена очень известным архитектором, Федрихом Ларсом. Извините, пожалуйста. Который был автором паспальницы Канта. Так он даже вот, как Гроссбаума добрался, построил в 1926 году кирху. Знаете, вот мы сейчас увидим кирху 20 века. Мы видели Орденскую. Я вам сказала, отличить как из того камня, что оставил ледник, перемешку с кирпичом. Но вот эта кирха, она тоже из того камня. Вот что сделал Ларс? Он ее стилизовал. Он ее стилизовал под Орденскую. Потому что вот эта тема рыцарская, она всегда здесь пропагандировалась. И мы, и мы вас не только вот по хуторам возим, не только по немецким школам. Мы возим по руинам кирхам, по замкам руинам. Здесь Тевтонские замки, Орденские кирхи и современные. Пусть ей сто лет. Сто лет мы к ней подъехали. Она по левую руку. Сейчас православный храм. Ну, посмотрите, как она сложена. Очень интересно. Она вот стены сложена из этого бутылокамня. Пожалуйста, как игрушечка стоит. Значит, по ходу пьеса, если кому-то нужен будет туалет, подходите спрашивать. У Леонида 11 туалетов. Поэтому человек серьезный. Вот в конце-то концов. Ой, здесь есть такой детский маршрут. В гости к Лешему. Мы сейчас еще раз позвоним. Не торопись. А-а-а. О, посигналим. Вот нас встречает. Не надеюсь, он не такой, как на озере. Готовьте. Не как на озере. Надеюсь. Это всем переселенцам. Этот камень мы тащили, даже вы не поверите, в лесу 400 метров от дороги. Он 5 тонн. Мы его принесли. Принесли. Вот. А первый, он не. Это трилевщик. Трилевщик, который в 46-м году здесь организовали лес-промхоз. И 80% населения, оказывающего, работало в этом лес-промхозе. Это садики, дороги, дома, школы построили. Это все лес-промхоз. Поэтому собрали мы митинг. Я собрал наших пожилых людей и устроил такой большой-большой праздник. С приглашенными артистами, со всеми агрегатами праздника. Даже бабушки на следующий день, которые с палочкой входили, а 1 октября это было, ну как раз мобилизация. У кого троих внуков взяли, они там горюют. Я говорю, давайте собирайтесь в любом случае. Собрались. И вот эта палочка утром в магазин приходит. А где палочка? Валентина Петровна. Какая палочка? Вчера у Петрова так напалочкалась. Сегодня даже забыла. Так что мы чтим и людей, и события, которые происходили в наших краях. А теперь милости просим. Значит, сразу я расскажу. Музейный комплекс состоит из двух залов, в которых рассказывается о пруссах, тевтонцах, немцах до 1945 года здесь, как они жили. Вся-вся-вся-вся атрибутика музея, все наполнение, все оригинальное, все артефактное. Дальше будут переселенцы, их чемоданы деревянные, котонки, постели, музыка. В общем, все старинное, и мы расскажем. Дальше идет война. Там группа Джек, про которую, наверное, вы слышали. Дальше стеллажи с военным имуществом Советского Союза, военное имущество фашистской Германии. И заключает все это дело панорама взятия Полеска, Лабиау. Тоже с музыкой. Потом будет предложена фотозона. Потом будет у нас ужин. На ужин предлагаем вам. Это, в общем, крик. Мы сами не знаем, надо ли кричать, но клопцы калининградские. Это такое знаменитое блюдо. Разрабатываем сейчас возможности. Тоже очень знаменитое блюдо. Даже в Берлин его возили. Это соленые вороны. Мы слышали. Тоже разрабатываем. Ну, там, конечно, не вороны будут. Или перепелки. Но не голуби. Так что, милости просим. Еще какой экзотический регион у нас здесь. Сахалин, Камчатка, Владивосток. Под Москвой. Очень приятно. Значит, смотрите. В фотозоне, там, я сразу все вам говорю, чтобы там не собирать, в фотозоне половина представлена нашей правители. Правители почему? Потому что школьников спрашивают, из-за чего я все это затеял. Кто такой Ленин? Они сказали, это губернатор Забайкалья. Поэтому я сделал там, они приходят, смотрят, я им показываю, рассказываю. Ну, вам тоже кое-что расскажу. Там костюмы, шляпки. Для того, чтобы мы вначале без шляпок все это делали. Женщины не хотят фотографироваться, а шляпка раз, и уже не надо заботиться о прическе. Пойдемте? Пойдемте. Первую часть. Я открыл нефтяное месторождение. Я почему говорю я? Мое предприятие, моими людьми, моими мозгами. Вот, нефтяное месторождение, два месторождения, которые позволили, разведку произвел, позволили посчитать запасы калийно-магниевых солей. В общем, пошерстил, да, здесь. Вот эту карету поехал специально в Москву, в вооруженную палату, заберил все это летняя повозка Екатерины Второй, потому что уважаю, люблю эту женщину. Я буду рассказывать потом. По образу поделать? Да, это кто, в кузницу доказал. Здорово, а здесь делали, да? Сейчас музей, пожалуйста. Заходим, заходим, заходим. Нам лучше расположиться. Вот, вот, вот там, стойте. Сказали, здесь. Да, да, стойте. То есть там вторым и так далее рядом. Дарао, это от Калининграда, если в сторону границы Польши ехать, это 12-й километр поселок Владимирово. До сих пор Кирха стоит все. Это курсы, ядвяги, ну и прочее, прочее, там их несколько народностей было. Вот они рыбачили, значит, посмотрите, какие, каких коней они культивировали. Вот, смотрите, как, да, копыт. А здесь еще, видите, подкова зубцами, потому что по льду они и таскали, и рыбу, и все прочее. Вот, они, таракеневская порода, выводили лошадей, вот такие, это вот все оригинальное тех времен. Ловили, вот весы, когда мы их нашли на чердаке, выкупили, они еще пахли рыбой. Они приходили по лесу на куреносах, лодках утром в 6 утра, и уже продавали рыбу. Ну, как в Японии, вроде же. Дальше вот здесь, посмотрите, стеллажи. Потом начинается период Тевтонского ордена. Тевтонский орден сюда пришел с королем Атакаром. Атакар, ну, несколько ночей переспал, и гора на горке этой. Ну, по нашим понятиям, уральцы здесь есть, по нашим горках, на холме. Эта гора называется теперь Кёнигсберг. Потому что король Атакар, всем ушел, переночевал там. Вот это все домашние вещи, домашняя утварь, это все немецкое. Вот так у них располагалась дома, квартира. Здесь примечательный момент. Вот, смотрите, вафельница. Вафельница, как вафельница она. Видите? Сейчас как. Да, но здесь, значит, отлито, отлито рецепт. Да, ну, рецептов было два вида. Для богатых, для бедных. Первый рецепт, столько молока, столько и пшеничный хлеб. Второй, естественно, ржаной для бедных. Ну, вот посмотрите, значит, трагическое, трагическое для немецкого народа и очень болезненное для нас, это когда выдавливали немцев в районе Бальги. Вот, я вам покажу на карту. Вот так завоевание шло. Тевтонский орден в Пруссии. Вот здесь Бальга. Вот. Напротив нашей Балтийской. И вот здесь собралось 110 тысяч немцев, фашистов. Наши сказали, сдавайтесь, будете жить. Те сказали, нет, не будем сдаваться. Их, ну, все 110 тысяч их разбомбили до 61-го года. Там металл, эти танки, пушки, все это убирали. Очень трагическое. Ну, война есть война. Значит, рассматривайте артефакты, вот, посуда, мебель, все это из того периода, все это тех лет. Вот так они жили, обязательно молитвенник здесь был, такая свеча горела. Вот, я на музеции, я, к сожалению, не могу. Это старинный пианино. Да, это немецкий, я же говорю, здесь все артефакты. Мне, я ничего делаю, что так тараторю, а? Потом мне говорят, быстро-быстро говори. Вот, извините, я вам показывал лапельницу для богатых, для бедных. Вот, даже торчяные брикеты, вот это для богатых. Да, потому что сжег их три раза, загрузил печь, сжег, только потом золу выгребай. А вот это для бедных. Загрузил, выгребай, загрузил, выгребай. Ну, зольность большая. Вот это печка, оригинальная. Вот, давай сюда поднимем. Вот оригинальная печка, она на колесиках. Я этого не слышал, но здесь увидел. На колесиках они нагревают, к дымоходу прислоняют, нагревают одну комнату, перекатывают, опять дымоход, и другую комнату нагревают. А наши русские ребята, когда им раздали все эти дома, ну, что, печка, напихали туда дырок, вот так вот, и все сгорело. А дом не нагрелся. Что за пигню такую придумали, повыкидывали наши русские печи поставить. Потому что ее разогрело, она долго держит. А немцы нет, они набросают так, поддувало прикроют, он тихонько тлеет, 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 и всю ночь тепло в комнате. На следующий день в другую комнату греют. Вот я вам говорил, что будет период уже переселения. Переселения. Вот он, чемодан, оригинальный чемодан. Это не фанерный, даже вот фанерный, а здесь из досок тонких сделан. Вот так они и переезжали. Наши сюда приезжали. Значит, Горьковская, Челябинская область, Мар-2, Чувашия, Белоруссия. В общем, 40 с лишним регионов. Сейчас я вам буду рассказывать о Советском Союзе. Включу. Нашего Высоцкого, конечно. Вот, Владимира Семеновича. Вот, дальше, переселенцы. Здесь, вы его видите, с левой стороны. Мы вырезали, конечно, Тегеран-43, Черчилль, Рудель и Терчилль Сулевонович Сталин. Переселяются. Здесь, почему я вот это создал? Потому что, потому что дети не знают. Вот показывают телефон, неправильный телефон у вас, он не работает. Я говорю, почему? Кнопок нету. Я говорю, вот так. Да вы штука. Как так? Это что? Это наш принтер был. Фотографии делают. Это увлечитель. Это что? Не знаю. Это диафильмы показывали, мультики детям. Удивительный стол. Вот. За молоком утром. За малины. За смородины. Ну что, зарекомендую, сделали бабушку такую хорошую. Она учит внучку свою. Да, прясть. Все это работает. Прялка работает. Только нажимай и приди. Значит, кровати, вот такие были кровати. Упаси бог, если кто-то сядет днем на кровать, это бабушка лежит с тапком или полотенцем. Огреет. Здесь вот интересный момент. Вы рассматриваете все. Вот интересный момент. Вот этот симпатер я купил. Увидел фотографию. Я решил этого человека найти. Нашел. Вот. Уже дедушка, у него уже внуки. Я говорю, нет, сюда давай поехали, посмотрим. Посмотрел. Я говорю, ну ты видишь, да-да, это я, вот все. Я говорю, слушай, Павел Иванович, а где вот этот прием? Да легко. Приехал, на чердаке не остался, можно было. Ну, так что вот так бывает в этой жизни. Ну, расскажу еще интереснее ситуацию. Вы видел вот эту фотографию? 76-го года фотографию. Вот человек, я его нашел. Сергей Николаевич Кузьминский. У него в деке большие, все-таки, состоявшиеся мужчины. Я говорю, Сергей Николаевич, а где вот этот телевизор? Да нет вопросов. Вот он телевизор. Понимаете, как это интересно, увлекательно. Вот такие у нас были, не в компьютере, в ноутбуке фотографии, Да, вот такие, да, в альбомах. Вот они. Ну, здесь интересное событие. Подождите, я не ехал, не мешайте. Интересное событие, вот эту швейную машинку Подольску. Значит, один из учредителей фирмы Зингер приехал в Подольске, организовал производство машины Подольск. Каждый год порядка 27 тысяч их делали там, все годы. Я не об этом. Я говорю своей художнице, своему, кто рисовал, шил и одевал мои экспонаты. Значит, Мария Анатольевна, приведите в порядок, все-таки приедут смотреть, все. Она начала приводить в порядок и обнаружила вот это дело. Я вам сейчас покажу. Да, да, да. 90-е годы. Да, 90-е годы были. Ну, какая-то бабушка, видимо, забыла. Прятала. Прятала, да. Я хочу немножко вас раздрогать, да и проверить. Ну, надо кто вам все. Кто все. Белил. Белил. Белил, да. Щипца. Вот видите, все это собирали, все это мы помним. Здесь, что произошло недавно. А школьники были четвертый класс. Человек, наверное, 25. Я говорю, показали. Я говорю, что это такое? Калоши. Я говорю, дети, посмотрите внимательно. Вот это что такое? Калоши. Ни один не узнал, что это такое ванная. Вот честное слово. Учительница сказала, это варенький. Произнести никто не стал. Белое. Белое молоко серебрестное. Белое молоко, да. Ну, конечно. Топленое еще было молоко. У каждой семьи китайских был термор. Вот видите, все это дело собиралось пока в то время. Здесь вопросы есть. Мужчины поймут меня. Женщины, я не знаю, поймут или нет, но мужчины поймут. Здесь такая ситуация. Приехал со штаба майор. Видите, он одет. А это полевой командир майор. И он говорит, Петя, ё-моё, ты куда стреляешь? Смотри, ты попал в крышу пивоварни. Там же пиво 8 тысяч литров. Ты что делаешь? Ты куда смотришь? Где твои ротозеи стреляют? Ты думаешь, мы не возьмем город? Ты какие пораженческие настроения питаешь? Я сейчас быстро оттуда разберусь. Не-не-не, все-все. Вот сюда стреляй. И никуда больше. И он, значит, вот таким автоматом перебергивает, все, и пошел своим командиром. Тяжелый. Даже без патронов и то тяжелый. Здесь были разведчики. И они показали, как маленьким движением, вот такой лопатой, пошибче мяча. И нету головы. А ты что, это у нас заостренная. Так что, детям не давайте. Вот здесь изображено все. Корючая проволока, кстати, с тех времен у нас нашли моток. Да, достаточно. Да. Там фашистское у нас все. Здесь советское. Здесь мы рассказываем о группе Джек. Вот они все изображены на этой высадке. Фотографии. Вот он, Юшкевич. Молодой парень, Геннадий Владимирович. Он каждый год приезжает до сих пор. 94 года. Вот там фотографии. Он в этом году был. У нас здесь был тоже. Он каждый год здесь бывает. Значит, по заверению английского Ми-6 разведки, группа Джек. Одна из самых лучших и удачных разведгрупп вообще во все времена мировые. Потому что она до конца выполняла свой долг. И почти все живые были. И потом погибли. Вот они. Смотрите, как это было. Вот Юшкевича мы изобразили. Молодой парень. Он мечтает, как он живет. В 16 лет. Когда мы нарисовали мост. Смотри, Геннадий Владимирович. На длинный мост. Я прочитал, что взорвали его герку. Мы нарисовали взорванный. А потом я читаю, читаю. Я прочитал Юшкевича. Новую книгу он мне подарил. Я прочитал, что когда они проезжали с полковником. А ему что, в 16 лет было. Полковник шапкой закрыл глаза. Сынок, не смотри на берег. А там разорванные тела. Все это. Битва была очень серьезная. И он ему не покажет. А второй мостик маленький. И он его взорвали. Пришлось восстанавливаться. Это не трудно. Значит, здесь происходит... Это Наполеон Родиевский. Он переводчик группы Джек. Происходит допрос вот этого фашиста. Ну, его побили уже. Ему это не больно будет. Его били больнее. Допрос идет. И говорят, ты... В общем, вся эта неадекватная литературная речь. И не литературная. Рассказывай, где минные поля. И мы, Иначе, мы тебя сейчас заслали ползать на брюхе. Потому что Третий Белорусский фронт под командовом Василецкого уже пришел. И нужны были карты Нины Кпале. Вот он. И показывали. И, значит, Раниска сразу передавала координаты. Сам Третий Белорусский фронт. Здесь вот, там, на стенке, показаны все наши полководцы, которые... Или, давай, милка, там, молоко, яйки, там, все. Если вот этот знак перед двором лежал... Спасибо вам. Сразу расстреляют. Никто не мог... Никто не мог... Никто не мог... Никто не мог... Заставить его, отдавать. Но здесь, господа, такого мы не услышали. Я даже радио... Убедились, как тяжело в Оливаде, да? Здесь... Кто слышал про бункер Ляш? Нет. За гостиницей Калининград на 7-метровой глубине бункер Ляш. Ляш, вот Ляш, это последний комендант Кенигсберга, который руководил всей обороны. Вот. В этом бункере. Сходите, там интересно. Очень. Я специально пошел перед вашим приездом. Я снял фотографии. Вот такие фотографии. Вот, смотрите. Вот, вот, Толяш. И наши пришли парламентарии и говорят, давай безоговорочную капитуляцию сдавай твой этот Кенигсберг. Кстати, Гитлер сказал, за 4 месяца вы никогда не возьмете. Сталин Василевскому сказал, 4 недели хотя бы взять. Косилевский взял за 4 дня. Так вот, безоговорочно сложите оружие. Обратите внимание. Обратите внимание. Стул. Обратите внимание на стул. Одинаковый. Даже на днище этого стула клеймы стоят. Такие же. То есть вы смотрите на артефакт, можете потрогать. Это стул дубовый, кстати. Там клеймо есть, что это собственность вооруженных сил Вермахта. Ну вот, да. Ну вот он здесь, получше здесь. Вот, да. Этот стул, правда или не правда, я достал, чтобы вам показать, что вы, как соучастники вот этого великого сражения, взятия крепости Кенигсберг. Кенигсберг. Так что, вот, можете попросить, как отвернуться потом. Ну вот там, что за 4 дня и потерь, а вот и не вещеще было. Да, и потери маленькие. Вот относительно для такого города. Да, а сколько крепостей было? Сколько джотов, дотов и равелинов? Да, да, да. Настоящая трубка. Ключ. Это ступица от колеса. Вот обратите внимание, ступица, вот это колесо, кстати, вот, что у меня не представлено, вот это колесо, оно с болота вытащено, и мы подозреваем, что это колесо от лафета наполеоновской пушки. Почему? Потому что крючевое ружье, ну без приклада, без ствол, мы нашли с крючевым механизмом пуска рядом с ним, в болоте. Его вытаскан, он просто зацепился. Так что вот и наполеоновского будем развивать эту тему. С болота тянуть. Да. Вот, может, наполеоновый. Вопросы? Задавайте. Ничего не понятно. Мы нашли вот именно вот так, со штыком в голове. Вот артефакты такие. Сами ищем. Да? Спасибо. Вот, видите, вот. Ты катя из-под земли, что ли? Да, в чём жаловаться? Конечно, болото земли. Конечно, с металлоискателем, что ли? Сколько любви к сопернику было, да? Вальки вот так. На голову, да? Да, точно. Всё, пойдёмте. Четыре дюки. Приглашаем. Ювелиром заказал. На том, что, знаете, как голубизой и серебра сделан. Чтобы у нас все девочки, все красивые. И потом, если пойдёте со мной... О! Молодец. Там я расскажу, как они заподрессуют. Вот озорно. На юническом уровне всех своих красивых дей. Я расскажу. Значит, вот посмотрите, здесь они изображены. Они всё, что вы подбирали по градусу. Можно нарядиться. Папографироваться. Это дочь благородных богатых родителей. Накидки. Которые приехали и пристраивают с прелинами по множеству. А уже в зонтики. У них, как правило, два-три языка владеют. Пишут стихи, музыка, этикет. В общем, поют. Все они обучат. Почему? Потому что после Апрелина она нередко, очень часто выходила замуж за грампу, за дипломатов. А потом, ну, видите, крестянку возьмут. Одну дочь он отдал за бельгийского короля. Вторую дочь отдал за французского короля. Она приехала, французский король, воняет, но невозможно. Она говорит, я в него мылся два раза. Когда крестили, когда родился, когда крестили. Вот, воняет. Пока не помоешься, не будет тебе потолка. Он ждал. Ребенка не было. Престол кому передать. Не помоешься, не это. Утрировано, но все-таки это произнесено. Она бросила сало, кусок на стол. Париж. Наши друзья с Украины говорят, елки-палки. Мы даже основали город Париж после этого. Понимаете? Вот это исполин, Петр Первый. Бревно весом две с половиной тонны. Восемь человек мы тащили к дороге. И потом сделали вот это. То есть это все из цельного дерева, да? Да, все это из цельного дерева. О, кстати, у нашего Ивана Грозного в этом году два раза, хотя он уже четвертый год, ему как изготовили, два раза выросли вот здесь вот. Первый урожай мы сняли, опята польские. Штук шесть есть фотографии. Мы забрали урожай, потом опять начали расти. Мы дали прорасти, многие приходили, удивлялись. Почему? Потому что это дуб, все, а вот это ракита, ивы. Он и Григорий Александрович Почемкин. У Почемкина, я даже не буду показывать, откуда выросли грибы. Да, 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 именно оттуда. Григорий Александрович Почемкин были близки к отношению, она родила даже ребенка, они венчанные были. И она его поставила, руководителям Молдавии. И она сказала, Гриша, ну эти крымчаники, ну просто татары, ну просто задолбались. За 200 лет они украли дрампулы из миллиона человек. И продали в Стамбуле в рабство. Чтобы это прекратить, надо своих начальников поставить там, и все прекратится. Ловят, это куреносы, что мы нарисовали. Здесь были профессор с доцентом с нашего университета. Слушай, Гриша, Леня говорит, а что они все на испанцев похожи? Я говорю, Андрей Владимирович, елки-палки, я в квартиру там уже 4 года не могу попасть. У меня ностальгия, я поэтому сюда приду, посмотрю на испанцев. Ну вроде как там. Так что вот так. А еще нам полагается ужин. Ты сейчас приду. Вот такие вкусности. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Здесь можно будет пара. О, это кто? Да, нет, что-то не будет. Я марта. Я марта. Я марта. А марта. Я марта. Я марта.